К нашему эфиру присоединяется оперная певица, бывший депутат Госдумы Российской Федерации Мария Максакова. Мария, рада приветствовать вас. Взаимно, здравствуйте. Добрый вечер. Мария, ну, думаю, ни для кого не удивление в том, что рядовые российские граждане периодически позволяют себе выпить лишнего. Но что это касается еще и топ-чиновников, удивительно. О, ну как раз там-то весь разврат и засел. Я вам хочу сказать, что пьянство сопровождает российскую власть еще с лихих 90-х. И этому даже в общем можно найти объяснение. Вот посудите сами. Чиновники, стреноженные круговой порукой и незаконным обогащением, одновременно ощущают чекистский крюк по меткому определению генерала Черкесова. И таким образом они находятся в круглосуточном стрессе. Бежать от этого стресса и приходится, знаете, как... Мария, объясните, пожалуйста... Бессмертные книги Эрика Фрома. Простите? Мария, объясните еще раз про крюк, пожалуйста. Возможно, я не уловил суть метафоры. А, это вы просто не знаете. В статье Черкесова, знаменитой, про то, что войны не должны становиться торговцами, он сказал, что всю Россию спас чекистский крюк, на котором она повисла, и не канала пропасть. Поэтому я вот эту аллегорию привела. Ну, наверное, действительно стоит разъяснять, потому что статья, в общем-то, уже давняя, по-моему, 2007 года. Ну да, с Эриком Фромом было понятнее. Спасибо, понятно. Ну так вот, я вам хочу сказать, что, понимаете, они топят этот свой стресс с такой удалью, что можно только позавидовать, наверное, их фантазии и функциям печени. Дело в том, что можно даже найти, наверное, самый пьющий орган, высокопоставленный. С моей точки зрения, это Совет Федерации, который возглавляем небезызвестной некогда богиней комсомола, уроженки Шапитовки, Тернопольской области, Матвиенко по прозвищу Валька Стакан. Но я вам хочу сказать, что злые языки просто не успевают следить за ее развитием. Она давно уже перешла на дорогие коньяки. А вот все поголовье, так сказать, ее сената, оно тоже развивается с ней в такт, потому что иначе же можно не сонастроиться с председательницей и как-то выпасть в осадок, я бы даже сказала. Они, кстати сказать, все установили себе приложение Вивино. И когда им в качестве взятки приносят алкоголь, они тут же, значит, сверяют этикетку и смотрят, достаточно ли хорош он по рейтингу и цене. Потому что разминаются они с утра петрушечкой, это Петрус такое, винишко, или чем-нибудь похожим, тысяч за 15 долларов, не меньше. Я думаю, что буду недалека от истины, если скажу, что дневное потребление алкоголя Совета Федерации сопоставимо с бюджетом небольшого городка, годовым. А есть конкретные лидеры по закладыванию за воротник? Вы знаете, я бы не сказала, что они там как-то друг от друга отстают, но, конечно, есть более впечатляющие и менее впечатляющие. Я думаю, что я вам оставлю их на запуску, пока всех вспомню. Хочу вам рассказать что-то еще более скандальное, позволите? Конечно. Мне тут сорока на хвосте принесла. Будто бы в декабре 2021 года, когда фюрер задумал вторжение в Украину, он переместил часть высокопоставленных ФСБшников в бункер на Соколе. Этот бункер известен еще с времен ГКЧП. Там они изолированы, значит, должны были работать над этим заданием, весьма специфическим и, мягко говоря, людоедским. Так вот, они там оказались изолированы от привычных обстоятельств, от семей, от жен и, наверное, от проверенных наркологов. Так вот, там, в этом бункере, начали происходить дикие вещи, инсульты, белые горячки. И осознав, каким войском руководит, значит, этот фюрер, поняв, что это просто он жалок в управлении этими пьяницами, дебоширами и деморализованными последователями Железного Феликса не только в делах, но и в привычках, вот после этого он разразился этой гневной критикой, которая вышла за пределы администрации Кремля, ну, благодаря публикации «Медузы». Я думаю, что вы это, наверное, тоже все читали. И вот эта вот их физическая непригодность породила, понимаете, дополнительный паралич. И это было очень видно. И без того инертная система. А тут еще умер Жириновский. Жириновский при жизни мог им дать фору в употреблении дурманов и ядов всех мастей. Но тут, когда произошло, значит, с ним вот это вот отбывание в мир иной, они не знали, что делать. Они его еще месяц прятали в рефрижераторе морга, пока Румпельштильцхен, Кириенко и Рукасуй Бастард Слуцкий, во-первых, занимались престолонаследием скандальной партии, а во-вторых, улаживали финансовые неурядицы, которые порождались вот этим пьяным сознанием, значит, их, этого, вождя ЛДПР. Мария, можно переспросить у вас? Вы сказали интересное вот про Валентину Матвиенко, да, ее кличка, как вы сказали, Валька Стакан, да, если я не ошибаюсь? Это если я не ошибаюсь. Хорошо. А скажите, вот очень многие обсуждают пьянство Медведева, который якобы потерял не только, ну, должность президента, который, де-факто, у него, конечно же, не было, но якобы его все-таки титровали, допустим, тогда в различных сюжетах президент Российской Федерации определенное время. Но, кроме этого, он также обеспокоен тем, что потерял любое влияние на Путина и, так сказать, ну, вообще какую-то любую с ним серьезную связь. А он выпивает или это больше нет? Что об этом известно? Вы знаете, это, наверное, самые душераздирающие делирии, которые становятся известны широкой публике. Дело в том, что ведь начинал-то он как настоящий профессор. Он даже мог себя смело отнести к категории интеллектуала. И его студенты о нем отзывались в, можно сказать, знаете, в таких вот высокопарных степенях. То есть они о нем говорили как о профессоре, который, ну, вы понимаете, впечатлял и своим знанием предмета, и тщательностью, с которой он подходил к изучению материала со студентами. Но, увы, спецназ, вернее, спецдоставка, вот, спецдоставка вот этой вот алкогольной продукции за миллионы долларов сыграла с ним злую шутку. И я вам хочу сказать, что не только он, но и все его окружение, которое вот в своем этом пьяном бреду думает о его триумфальном возвращении на трон. И больше всего их, конечно, волнует возможное вызволение из тюрем их единомышленников. То есть там же очень проредела грядка. Абызов, братья Магомедовы, это же люди, которые, понимаете, думали, что управляют земным шаром, а оказались в местах не столь отдаленных. Единственным корпулентным олигархом, который избежал этой участи, мне кажется, из его окружения, пока еще является Алишер Усманов. Хотя он был наперсником медведевского бунта в гораздо большей степени, нежели вот вышеупомянутые мною медведевские единомышленники. И вы понимаете, вот в этом вот бреду, в который они вязко погружаются, не менее глубоко, чем в тосканские вина, они, конечно, создают себе просто уже альтернативную реальность. И можно тут, наверное, вспомнить байку про Гегеля. Его студенты когда-то ему сказали, профессор, в реальности все не так. На что он им ответил, тем хуже для реальности. Вот мне кажется, что как раз то, что происходит с Медведевым, я уже как-то шутила на тему того, что, ну, случись, что у него интеллект все же был бы сохранен, то можно себе представить, что это он думает таким образом избежать приговора, который, естественно, возникнет, когда они будут все осуждены, наподобие Нюрнбергского процесса, естественно, уже в обозримом будущем, я думаю, произойдет как такой же громкий, а может быть, еще и громче процесс. И мне казалось, что, может быть, Медведев таким способом ищет себе лазейку, то есть хочет, чтобы его признали невменяемым таким образом. Но, вы знаете, я не готова с точностью сказать, что это именно так. Я вполне допускаю, что действительно они там все, ну, просто в этом пьянстве, понимаете, утонули. И да, это не секрет, он даже засыпал на некоторых, знаете, вот этих важных, как это сказать, на их важных... Заседаниях, вы имеете в виду. Просто засыпал, физически засыпал. Там, знаете, сидят сотни людей, на него камеры попадают, а он спит. И это много раз видно было. Ну, вот считается, что у него этот вот винный алкоголизм, но масштабы, масштабы, вы меня извините. Притомился человек. Во-первых, возраст, а во-вторых, ответственность большая. По его телеграмму не поспоришь с тем, что вы рассказали, по крайней мере, точно. Мария Максакова, спасибо вам огромное, оперная певица. А вы хотите, чтобы я вам рассказала еще про каких-нибудь алкоголиков? Зовите еще раз или подписывайтесь на мой канал в Ютьюбе Мария Максакова латинскими буквами. Там я рассказываю еще больше. Мария, а можно и первое, и второе? Такую опцию можно, и мы подпишемся, и в следующий раз про алкоголиков поговорим. С удовольствием. Спасибо большое. Договорились. Спасибо вам. Мария Максакова, властная на прямой связи.